Возможно ли, что ведьмаки это супергерои или металюди, как любит их называть супермен, мутанты, способные на нечто большее, чем просто обычные люди? Сами подумайте, они необычны, редки, наделены неординарными физическими способностями, которые обычным человеком могут восприниматься как магия или суперсила, которую они, по заветам создателей, направляют на свершение подвигов во имя общего блага, ну или как минимум пытаются направлять. Но ведьмаки не такие супергерои, как например Супермен или Тор, они скорее напоминают Бэтмена или Железного Человека, которым для раскрытия их потенциала и выполнения предназначения требуется дополнительная экипировка, инструменты, позволяющие спасать жизни и быть легендарными воинами за добро и справедливость. Хотел бы сказать я, но в реальности, хотя бы просто убивать монстров. Вот о супергеройской натуре ведьмаков, их снаряжении и силе, которая помогает им убивать монстров, мы сегодня и поговорим. Поехали! Стоит упомянуть, что не только ведьмакам нужны инструменты для эффективного убийства монстров, но как Железному Человеку нужен костюм, а Тору, например, Мьёльнир, так и каждому геймеру нужен его профессиональный инструмент и аксессуар управления. Компания номер один по производству компьютеров в мире HP этим летом обновила свою линейку эпических геймерских девайсов Omen, добавив к мощнейшим ноутбукам серию крутых игровых аксессуаров в виде клавиатуры, мыши и гарнитуры, пару мониторов и несколько комплектов стационарных ПК в потрясающем фирменном корпусе, а также представьте себе, переносной VR-рюкзак. Мощь стационарного ПК, позволяющего погружаться виртуальную реальность у вас за спиной. Боже, я уже представил себя с ней, идущей по улице и лица людей, оборачивающихся на этот футуристический вид. Но пока что я являюсь обладателем только механической клавиатуры Omen 1100 и игровой мышки Omen 600, а также, ну, подумываю о покупке готового решения в виде стационарного ПК. Все это можно в пару кликов заказать на сайте CityLink, ссылочки я, конечно же, оставлю в описании под видео. Привет всем! Можете называть меня Эвойс Эребус, это просто канал об играх, а видео подготовлено при поддержке крупнейшего фан-сообщества Вселенная Ведьмака ВКонтакте. Конечно же, ведьмаки не супергерои, они вынужденное зло, мутанты, похищающие детей, плоды мерзопакостного волшебства и девальства, мерзавцы без достоинства, совести и чести, истины ищадия ада, хотя и спасающие жизни обычных людей, убивая монстров и твари, пришедших после сопряжения сфер. А делают они это обычно не голыми руками, ну, или лазерами из глаз, как поступил бы самый первый и один из самых знаменитых супергероев в мире Супермен, а самыми, что ни на есть, необычными клинками. Но обо всем по порядку. Смотря на мутанта, первым делом мы замечаем его глаза, которые имеют желтую радужку и вертикальный зрачок, как у кота, что позволяет им легко адаптироваться к окружающему их свету, не быть ослепленными солнечными лучами и не теряться в кромешной тьме. Наиболее удобное для ведьмаков время охоты это сумерки. Помимо глаз в остальном, ведьмак выглядит как обычный, пускай и немного бледный, хорошо тренированный и подтянутый человек. Хотя это на самом деле и не так, ведь большинство изменений у них внутренние. В первую очередь, прошедшие через все этапы испытаний охотники на чудовищ приобретают скорость, реакцию, ловкость, выносливость и меткость, недоступные обычному человеку, что, например, позволяет отбивать летящие в них стрелы. Кроме того, обостряются слух, зрение, обоняние и вкусовые рецепторы. Более того, после всех преобразований эти мутанты получили невероятную сопротивляемость ко всем ядам и химикатам, которые, попадая в организм, очень быстро выводятся или самостоятельно нейтрализуются. Вместе с высоким иммунитетом у ведьмаков повышается стойкость к ранениям и болевой порог, не позволяющий им терять сознание или погибать даже при ужасных травмах и ранах, которые бы гарантированно отправили на тот свет обычного человека. В ходе испытаний и генетических изменений ведьмаки приобретают полный контроль над своим организмом, включая осмысленное управление дыханием, сердцебиением, выделением гормонов и ферментов. А благодаря ускоренной регенерации ведьмаки стареют медленнее, чем обычные люди, что позволяет им жить по несколько веков и сохранять при этом юношескую ловкость и проворство. Можно ли весь этот список необычностей назвать базовым супергеройским набором? Да вполне, но даже с ним ведьмака ну никак нельзя назвать непобедимым. Неумение краснеть и плакать ну никак не поможет им в реальном бою. Сила и скорость чуть выше средней не делают их непобедимыми, а улучшенное чутье не защитит их от ночной скрытой атаки. Но зато все вышеперечисленное дает им базу, которая вместе с тренировками, нужной экипировкой и опытом сделает из них настоящих супергероев. Кстати, ходят слухи, что эти самые мутанты могут быть в два раза сильнее самого сильного человека и в 10 раз быстрее самого быстрого. Но это не совсем так. Они могут быть такими, но чтобы в реальности показать такую силу и ловкость, им необходимо расшевелить мутагены, заложенные в них, с помощью специальных, очень токсичных и смертельных для обычного человека, ведьмачьих эликсиров. Таким образом, мы получаем первый инструмент, который делает из обычного мутанта сверхчеловека. Это алхимические эликсиры. До конца непонятно, как они действуют. Вызывают ли они сами по себе положительные эффекты в виде увеличения силы ловкости и дают способность, например, видеть в темноте, или это результат воздействия на заложенные при мутации мутагены. Но зато мы точно знаем, что ведьмачьи эликсиры очень токсичны и смертельно опасны для обычных людей. А также то, что их очень сложно создать, ведь травы для них практически перестали расти в дикой природе. Так что применять такие эликсиры постоянно не получится, а ведь их еще нужно где-то носить. Не говоря уже об их побочных эффектах, например, о боевом кураже, когда ведьмак перестает чувствовать боль и даже получая смертельные раны продолжает его, пока все, кто был рядом, не будут убиты. Вот только не кулаками же им драться. Скорость, превышающая человеческую в 10 раз, конечно, позволяет и кулаками подвиги завершать. Но зачем, если всю твою жизнь в форме мутанта тебя обучали фехтованию на мечах? И это второй и, пожалуй, самый основной инструмент ведьмака в его героических поступках. Как механическая клавиатура Omen 1100, о которой я говорил выше, с функцией распознавания одновременного нажатия сразу нескольких клавиш и индивидуальной светодиодной подсветкой, а игровая мышь Omen 600 имеет датчик с разрешением 12 тысяч точек на дюйм, 12 уровней настройки и 3 съемных утяжелителя, так и клинки ведьмаков зачастую тоже произведение искусства, не только подобранное идеально и индивидуально под каждого ведьмака, вводящее в восторг любого ценителя оружия, но и способное уничтожать монстров с практически непробиваемой или неосязаемой броней. Более того, ведьмачьи клинки считаются магическими, выкованными из космического железа и даже способными, например, становиться невидимыми. При этом большинство ведьмаков вооружены двумя мечами, стальным и серебряным, которые носятся на ремнях за спиной, что наряду с кошачьими глазами является отличительной чертой ведьмаков. Иногда серебряный меч ведьмаки носят не за спиной, а хранят в ножнах на верных кобылках. По мнению многих крестьян, стальной меч против людей, а серебряный против монстров. Но это не совсем так. Оба меча предназначены для схваток с монстрами, поскольку для некоторых существ смертельно железо, а для некоторых серебро. Все юные охотники на чудовищ долгие годы упражняются в фехтовании и работе ног, доводя до автоматизма все движения и вырабатывая рефлексы, которые впоследствии, соединенные с нечеловеческой скоростью, позволят им выходить победителями практически из любых схваток. Считается, у обычного человека нет ни шанса победить ведьмака в поединке на мечах, а особенно, если мутант перед этим принял эликсиры. Впрочем, без допинга у некоторых людей все же хватает умения, чтобы драться наравне с ведьмаком, что несколько подрывает их особенность, сверхчеловечность и всю систему создания мутантов. На этом, в арсенале каждого ведьмака, есть третий супергеройский инструмент. Магические ведьмачьи знаки. Все ведьмаки владеют так называемыми знаками, некой разновидностью боевой простейшей магии, требующих минимальных способностей для применения, то есть для использования знака ведьмаку достаточно сконцентрироваться и поставить пальцы в правильную позицию. Общее количество знаков неизвестно, но лишь пять из них широко применяются ведьмаками, позволяя им создавать отталкивающую телепатическую волну, струю направленного пламени, небольшое защитное поле, сковывать и одурманивать. Остальные знаки являются либо разновидностью этой пятерки, либо для своего применения требуют больших магических способностей. Ну, наверное, это и есть пять основных супергеройских черт и инструментов любого ведьмака. Безумные тренировки, опасные мутации, ядовитые эликсиры, смертельные клинки и, конечно же, магические знаки, делающие из простого мутанта некое подобие супергероя. Возможно, и из обычного любителя игр настоящим геймерам делают не только любовь к играм, но и те аксессуары, которые окружают нас и погружают в мир видеоигры. И чем лучше, профессиональнее и удобнее для игрока этот инструмент, тем больше наслаждения он получает. Возможно, для вас такой станет линейка игровых девайсов ОМАН, о которой я упоминал выше. Но, впрочем, ведьмаки не супергерои. И дело тут не в людской предвзятости, темности, лицемерии или необразованности. Супергерои — это альтруистичные спасатели людей и мира, тогда как ведьмаки — лишь убийцы и чудовищ, причем практически всегда за деньги. А факт спасения людей для них — лишь случайное дополнение к работе. А как вы считаете, можно ли назвать ведьмаков супергероями их времени? Свои ответы оставляйте в комментариях под видео. А я же на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Также я напоминаю, что недавно был запущен проект «Записки старого ведьмака в Телеграме», где Геральт каждый день делится с вами в формате коротких записок своей историей, приключениями, заметками и переживаниями. Загляните, вам должно понравиться. Ссылочка есть где-то в описании. Мы же увидимся в новом видео уже очень скоро. Но пока на этом. Всем пока-пока.